Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про ревность. Собственно, избавляться от ревности вам, пожалуй, что не нужно. Ревность это нормальное чувство. Вот, просто сейчас оно несколько берет над вами вверх. Вот, понятно, да, потому что вы это переживаете, у вас есть, так сказать, актуальные переживания, вот, на этот счет. И я думаю, что, ну, нормально, абсолютно нормально, что вы, вот в вашей ситуации, испытываете тот объем чувств, которые, собственно, у вас есть. Большая проблема заключается в том, что вы с молодым человеком, судя по всему, не очень-то в доверительных отношениях находитесь, в том смысле, что вы не говорите ему о своих переживаниях. Вот, и, соответственно, он, ну, вот, как-то, получается, не может, да, разделить сами ваши чувства, не в рамках, там, обвинения, какого-либо вас в чем-либо, вот, ну, в рамках хотя бы просто, вот, поддержки, поддержки, которую вы могли бы от него получить, вот, с молодого человека, я имею в виду. Дальше, если вас не устраивает формат отношений, вот, то это, конечно, дело не в нем. Но, а у вас, если у вас есть подозрение на то, что вы нужны ему, там, для определенных целей, вот, то это вопрос к вам по поводу того, как вы выстраиваете свои отношения, да, на каких основаниях вы это делаете, и, соответственно, общего-то, вот, между вами и молодым человеком, что, помимо того, что вы хотите жить вместе, и так далее. Это вопрос. Дальше. Ревность. Просекает из чувства своей неценности, а точнее, из чувства изначального, такого априорного, если хотите, если угодно, априорного, а чувства, собственно, неценности. И связано это, в первую очередь, с тем, что вы себя зажимаете, ну, в ряде, в ряде, в ряде мест. А вы себя подавляете в ряде, опять же, в ряде мест. И вы не являетесь сами собой. Конечно, здесь мы забрагиваем, в том числе, вопрос, ну, реализации вашей, да, это вот, ну, в первую очередь. мы забрагиваем вопрос вашей реализации, мы забрагиваем вопрос, в общем-то, того, насколько и как вы себя чувствуете в жизни вообще вне контекста, контекста, ну, молодого человека, вне контекста, вне контекста, вот, взаимодействия с ним. Вот. И, собственно, все эти вещи очень важны, очень важно все эти вещи исследовать, очень важно все эти вещи понимать и разбираться, да. На самом деле ваши страхи, они больше с одной стороны про то, чего вы, по вашему мнению, достойны, то есть, это ваши, ну, ваши собственные, собственные мысли относительно того, чего вы заслуживаете и того, как к вам можно относиться. Вот. То есть, вы же формируете отношение человека к себе. Вот. Поэтому это вопрос, конечно, здесь вот вопрос к вам. И очень важно, чтобы на этот вопрос у вас плюс-минус были ответы. Вот. Поэтому от ревности избавляться не нужно, но я думаю, что ключевым моментом здесь является вектор, согласно которому вы можете почувствовать, как вам наедине с собой. То есть, ну, вот, хорошо ли вам наедине с собой, комфортно ли вам наедине с собой, или нет, или некомфортно наедине с собой, вы как-то вот испытываете, ну, если не прям постоянную, да, потребность в том, чтобы на кого-то переключить свое внимание, то, по крайней мере, регулярно. Вот. Еще очень важным, на мой взгляд, моментом является то, вот, ну, как, да, каким образом человек себя, ну, допустим, 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 обесценивает, да, то есть, вот, что он, ну, буквально, делает для того, чтобы себе обесценивать. А он игнорирует, игнорирует, какие-то свои импульсы, он игнорирует, а, ну, какие-то свои желания, вот, к сожалению, к сожалению, к сожалению, это происходит, вот. и, соответственно, ваше задолжение заключается в том, что в этот момент скорректировать и больше, лучше, полнее прислушиваться к себе, прислушиваться к вашим реакциям, вот, видеть обесценивающие тенденции, тенденции смотреть, как вы на них реагируете, и так далее. То есть, грубо говоря, то, что вы описываете, связано с, такой вот, ну, тотальной невнимательностью к себе, и с этим, в первую очередь, нужно работать. Сюда же, можно, можно включить личностный рост, да, коррекцию восприятия себя и своего партнера, вот, потому что сейчас, как-то, вот, несколько туманным выглядит то, как вы видите своего мужчину, вот, как вы его воспринимаете, ну, по крайней мере, так сложилось, такое впечатление сложилось из вашего текста, что, вот, несколько, знаете, ну, однобокое такое восприятие у вас молодого человека, мне показалось, по крайней мере, и мне показалось, что есть такая серьезная нацеленность на то, чтобы жить вместе и так далее. Вместе с тем, вместе с тем, действительно, ведь ваш партнер может делать такие вещи, вот, может совершать такие поступки, которые вам могут казаться, ну, неприемлемыми, неприемлемыми, по, ну, по ряду причин, причин, да, это его, значит, использование ресурсов, это и его приоритет, и прочее, 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 И в этом смысле очень важно, в этих местах очень важно размещать свои личные границы, размещать свое реагирование, если хотите, да, показывать человеку и доносить до человека, ну, неприемлемости каких-то вещей для нас. Если вы миритесь с тем, что вам не, ну, с чем вам сложно мириться, то да, необходимо сначала разобраться с тем, как вас это задевает, да, и вот ваши собственные противоречия помочь вам разрешить, но дальше, ведь разница в ценностях, ощущение неприемлемости, опять же, повторюсь, действий человека никуда не уйдет, вот, понимаете, поэтому очень важно в этом тоже разобраться и разобраться с тем, а вот молодой этот человек вообще с его какой-то жизненной парадигмой, да, и с его какими-то, ну, условно говоря, да, представлениями о жизни, о том, как вот все должно развиваться, вот, ага, ну, подходит ли он вам вообще или нет, понимаете, да, вот, поэтому тут, как мне, думается, конечно, вот, ну, важно на это обратить внимание, да, и, ну, поисследовать эти аспекты, если мы хотим вам помочь, вот, как-то так, действительно, я думаю, что, ну, я думаю, что молодого человека, да, вам не переделать, то есть, я думаю, я серьезно считаю, что, ну, что, вы не сможете переделать мужчину, да, и, там, грубо говоря, ну, навязать ему свое видение отношений, и важно в этом смысле, как, опять же, мне кажется, искать, стараться искать компромиссы, я не думаю, что без компромиссов можно будет как-то качественно выстраивать ваши отношения, вот, ну, в смысле, но этого необходимо, конечно, вам, развивать ощущения, да, собственной ценности, вот, сейчас, ну, ничего, такого, да, не происходит, и, к большому сожалению, и, в общем-то, наша задача заключается в том, чтобы, в том, чтобы вам помочь, вот, а, вот, как-то, как-то, как-то так, вообще, вообще, в процессе, ну, в процессе психотерапии, да, довольно, ну, часто бывают такие вещи, такие вещи, когда, знаете, как, ну, вот, в процессе, в процессе психотерапии, еще люди понимают, что, в общем-то, не так уж, ну, условно там говоря, они сильно, например, нуждаются в партнере по итогу работы, в процессе, вот, естественно, естественно, так происходит, не всегда, естественно, что, бывают, так, скажем, по-разному, вот, но, я думаю, я думаю, я думаю, что на это имеет смысл обратить вам свое внимание, вот, именно по причине, важности, именно по причине того, что это может определять, вашу жизнь, да, может определять, то, как, как вот вы вообще действуете, и как вы устраиваете свою жизнь, вот, ну, как-то, как-то так, я думаю, можно ответить вам, вот, прямо сейчас, на ваш вопрос, еще раз повторюсь, что не нужно избавляться от ревности, не нужно избавляться от ревности, но работать вот именно, именно, именно с вещами, которые вам важны, да, и с вещами, которые там, ну, для нас все ценные, вот, и так далее, вот, это очень-очень важно, вот, поэтому, ваш текст, это запрос, и запрос, на мой взгляд, довольно серьезный на психотерапию, вот, поэтому, обращайтесь, за помощью, мы будем рады вам, вам помочь, вот, значит, всего самого хорошего, доброго вам, вам, удачи, и обращайтесь, всего самого доброго, не затягивайте. доброго,